Острова Малден, Старбак и Миллениум должны стать новым домом российской монархии. Миллионер и, собственно, основатель монархической партии Антон Баков готовится построить альтернативную Россию. Сейчас он ведет переговоры с властями Тихоокеанской республики Кирибатия. Немногим известные, а потому крайне интересные. Это государство расположилось в Микронезии и Полинезии. В состав входят 33 маленьких атолла. Вот это все помещаются в этой маленькой точке. 20 из которых необитаемые. Независимость от Великобритании была провозглашена 12 июля 1979 года. Согласно переписи 2010 года численность населения составляла 103 058 человек. Ну понятно, что красота там неземная. Все в лучших традициях инстаграмма звезд. Белый песок, пальмы, голубые лагуны. Место лучше для основания новой империи Романовых, по мнению Бакова, и представить сложно. А настрой у него серьезный и готов потратить сотни миллионов долларов. Задумано строительство воздушных и морских портов, солнечных электростанций, станций опреснения воды, больниц и школ. Ну а кто туда поедет? Все-таки не ближний свет. Разбирался Антон Подковенко. Антон, добрый вечер. Приветствую. Вам удалось найти желающих? Ну, дело в том, что говорить об этом пока еще рано, поскольку ехать еще некуда. И песочный замок пока это идея Антона Бакова. Лазурные волны, белый песок, безоблачное небо. Антону Бакову явно очень нравится земля, где он намерен воплотить свой новый монархический проект. Необитаемые острова в Тихом океане. Чем не место для вложения денег. Это проект, скажем, комплексного характера, прежде всего. В нем важный момент имеет и коммерческая составляющая, инвестиционная, которой Антон Алексеевич реализует свои планы. И одновременно важная такая политическая составляющая, информационная для деятельности монархической партии. Сам Антон Баков не смог побеседовать с нами, сославшись на крайне напряженный рабочий график. Однако в сети полно его красноречивых цитат. Кирибати привлекла нас прекрасным климатом, большими и просторными, необитаемыми островами и немногочисленным населением, которое, очевидно, получит выгоду от нашей финансовой помощи. Откуда деньги и что известно о миллионере Бакове? Прежде всего, он грамотный пиарщик. Задумка с Кирибати крайне взбудоражила медиасферу. Проект представлен как вполне серьезная инициатива. Вы же тоже можете взять, там, я не знаю, на вашей даче, объявить тоже, значит, что у вас тоже есть империя какая-нибудь. Такие виртуальные государства, пусть даже с какими-то микроскопическими территориями, они ведь известны в истории. Такие забавные казусы, не более того. Продавать идеи Бакову не впервой. Рожденный в семье рабочих Урао Маша в Екатеринбурге, он всегда искал финансовых авантюр. По данным некоторых СМИ, в 88-м едва ли не первый в стране положил начало челночному бизнесу. Стал организовывать чартерные авиарейсы для челноков в Китай. Занимался немного, не мало спиртным. То есть объединил несколько компаний и очень пожелал создать единую такую структуру алкоголь для всего региона. Следующая идея была объединить Екатеринбург и Ханты-Мансийскую область. Он насчитал в Екатеринбурге 315 человек представителя народа Мансий. И сказал, что он тоже Мансий. И созвал даже конгресс в Москве народа Мансий. В 92-м Баков предложил в связи с дефицитом наличности ввести на территории Уральского региона свою денежную единицу – Уральский франк. Тогдашний губернатор Свердловской области Эдуард Россель поддержал эту идею, но до реализации дела так и не дошло. А вот губернаторская опека осталась. Занимался немного, не мало спиртным. То есть объединил несколько компаний и очень пожелал создать единую такую структуру алкоголь для всего региона. Еще Баков избирался в Свердловскую областную думу. Возглавлял металлургический завод имени Серова. Занимался авиаперевозками. Был депутатом Российской Госдумы 4-го созыва. Основал так называемую монархическую партию. Известен по проекту виртуального государства Российской империи. И вот теперь островной проект. Если предположить, что то, что они говорят верно, корректно, то я хотел бы, чтобы это произошло. Если они могут сделать это без каких-либо затрат с нашей стороны, за исключением земли, которую мы можем им предоставить, то я не вижу причин суетиться на этом этапе. Сразу же после заключения сделки Антон Баков намерен перевести правительству Кирибати в 120 миллионов долларов и потратить еще 230 миллионов на первом этапе строительства инфраструктуры нового государства. Планируется даже университет Российской империи. Хотя большого количества русских Баков в своем государстве увидеть не рассчитывает. Был проект виртуального государства Российской империи, в граждане которого записалось довольно большое количество участников. Получили паспорта Российской империи. И как раз вот эти лица, имеющие гражданство Российской империи, паспорта, они смогут стать населением данных островов. Возникает логичный вопрос. Если не будет русских, то о каком возрождении монархии Романовых может идти речь? А вот что касается туристической привлекательности, Кирибати и впрямь золотое дно. На то, чтобы снабдить острова аэропортом, морским портом, солнечными электростанциями потребуется лет 10-15. Срок серьезный. За это время может развеяться любая иллюзия. Антон Подковенко о новом доме Романовых на землях Кирибати.